Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 9 мая, понедельник и время половина 10 утра. Мы собрались на площадь, на нашу центральную, ну и где-нибудь погуляем. Парад уже начался, но это и не страшно. Мы все равно найдем, где нам погулять. Посмотрим, как бессмертный полк начнет свой старт от площади. Леша уже вышел в машину, вернее на улицу, чтобы подогнать машину к подъезду. Мы ее в соседнем доме вчера оставляли. Ну а я решила с вами пока поздороваться. Ну и заодно хочу вас всех поздравить с таким великим праздником, как 9 мая, День Победы. Я вас всех поздравляю и, конечно же, желаю вам мирного неба над головой. Ну а мы поедете с вами гулять. Поехали! Мы едем на моей машине, потому что я так понимаю, что Леша экономит бензин на своей машине, да? Нет. Всем привет. Нет, бензин я не экономлю. Ну не знаю, просто думаю, давай на твоей покатаемся. Понятно. Ты поздравишь подписчиков? Ух, как-то меня врасплох застало. Всех с праздником, здоровья всем. Мирного неба над головой. Мирного неба над головой, да. И чтобы не было войны. И самое главное. Это и есть мирное небо над головой. Слушайте, ну, значит, погода, мне кажется, мы немножечко не подрассчитали. То, что на улице 9 градусов всего, это да. Да. Но дело в том, что на улице очень сильный ветер. У нас сегодня всю ночь шел дождь. Сейчас дождя нет. Облачно, но дождя нет. Но очень сильный ветер. Вообще прям очень. Я пока из подъезда вышла до машины, у меня все волосы были на лице. Понимаете, да? Меня ветер причесал так, как посчитал нужным. Поэтому я не совсем уверена, что мы будем гулять. До площади мы точно доедем. Посмотреть мы что-нибудь посмотрим. Снимать я не знаю, буду ли нет. Потому что очень много народу. А то у меня еще и камеру снесут. В общем, все вы увидите. И еще в мои планы входит сегодня купить продукты и сделать окрошку. И Леше надо купить ветровку. Мы сейчас с ним поняли, что у него только есть осенняя теплая куртка, осенняя тонкая куртка. А ветровки нет. От слова совсем. Я вот одела кожанку, а ему пришлось одевать осеннюю куртку, которую я уже постирала и хотела убрать до следующего сезона. Она тоненькая, но все равно она на синтепоне. Так что, возможно, мы после площади заедем на рынок и посмотрим ему ветровку. А еще, как вариант, можно съездить в порядок. Потому что мы так и не обналичили сертификат, который мне подарили мои дорогие и любимые кумовья. И там есть магазин мужской одежды. Помнишь? Прям манекены на дороге стояли. Помнишь? На проходе. В общем, посмотрим, Леша сегодня ветровку. Ой, что-то он мне дурко обходится, правда? Куртка у него осенняя теплая, куртка у него осенняя тоненькая. Еще-еще ветровочку ему не хватало. Это девочки должны нарезаться, а не мальчики. Мальчики должны просто одеваться. Просто одеваться? Да. Ну, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сегодня мы вам покажем и расскажем, как проведет этот день. Поехали. В общем, по площади мы гулять не стали. Ветер очень сильный. Гулять просто нереально. Ты только ходишь, вот волосы с лица убираешь, очень неприятно. Людей много, машин не припаркуешь, движение везде перекрыто. Так что приехали мы в торговый центр, ну, на базар, грубо говоря. Приехали на базар в торговый центр и посмотрим сейчас Лёше ветровку. Так что вот так. Мы Лёше купили пиджак. Вот такой пиджак. Повернись задом. Пять, четыреста, да, мы за него отдали. Пять, четыреста. Он, видите, такой как врубчик. Камера не очень достоверна. А, достоверна, вот. Да, фокусирует. Видите, какой он. Тут платочек. А, нет, тут платочка нет. Вот эта штучка вот снимается. Можно снять, можно оставить. Мы решили оставить. Тут заплатки, да, у тебя. Тут, видите, на рукавах заплатки. Уже куда иного. И подкладка сделана таким образом. Ну-ка, сними, покажи, да, мне пакет. Что он локти будет сводить, а подкладка на спине не будет расползаться. Покажи спину. Вот, видите, подкладка не будет расползаться, потому что складочка сделана, видите. Тут у тебя еще ценники остались, да? Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, ладно, не стоишь. Ну, давай, сейчас оторвем. А, нет, надо отрезать ножницами. Ну, вот такой вот. Ну, мне нравится, вот, смотрите. Видите? Вот достоверно вам передается. Темно-синий с голубыми точечками. Одеваем. Пять четыреста. И это из моей зарплаты ушло, вы понимаете, да? Ну, а что делать? Он в прошлом году в песочном пятерке ходил, но там уже протерся воротник. И поэтому мы его выкинули. И в этом году ему нечего одеть. Вот мы сейчас вышли в город, как бы, и ему пришлось доставать осеннюю куртку, которую я уже постирала и убрала. Чехол. Куртку хотели купить, какую-нибудь хлопку и ветровку. Но на него не было размеров. Ладно, пойдем дальше. А далеко мы дальше пойдем? А, в порядок я хотела съездить. В порядок. И еще продукты мне надо купить на крошку. Приехали мы в Грин. Блин, у нас ветрище такое просто пипец. Сейчас сходим в порядок. Может быть, я наконец-то себе приобрету что-нибудь по подарочному сертификату, который мне Вера с Вовой подарили. И вам в итоге все покажу. Ну и в порядке, наверное, немножечко поснимаю, потому что там всегда есть что-то интересное. Леша, Алеша, Леша, маски не взяли. Маски не взяли. Достань, пожалуйста, в водительском сиденье, в заднем кармане. Ай, ну и в продуктовый потом еще зайдем. Здесь линия продуктовой. Купим овощи и квас. Посмотрите, какие красивые цветочки продаются. Красота какая. Но у нас нет дачи. Ладно, попозже подключусь. Уже в порядке. Подходим к порядку. А тут такие... Забыла, как они опять называются. Ну, качели эти, как они называются, забыла. Кокон. Почему у нас нет дачи? Я хочу кокон. Какие красивые. Что? На даче работать надо, а не в коконе. Леша, ты хоть столько продуктов не съешь, чтобы на даче работать. Вот этот большой 25 тысяч. Но большой, да? Хороший такой. Возьми эту корзинку большую, вон, внизу которая. О, ничего, что здесь рассада питуньи даже продается. Пойдем по посуде посмотрим и по текстилю. Ой, какие балеринки. Ароматы для дома. Вот эти очень хорошие ароматы Лена покупала. Мне очень понравились. Ладно, пойдем. Это дурка пока. Ваза красивая. Я все вам подряд снимать не буду. Что сами будем смотреть внимательно, то и вам покажем. Леша скоро досмотрит. Здесь сковорода нужна? Блинница. А, блиница. Ну да, посмотрим. О, кстати, можно, если что, ее взять. По сертификату. Да? Ну да, так нормальная вроде бы. Ну, кстати, да. А может, тут поменьше, которая 20? Мы же большие блины редко жарим. Вот такая, смотри. Мне кажется, вот эта получше. Мы в основном такие блины жарим. Мы редко большие жарим. Ты уже положил? А зачем ты положил? А куда идти здесь? А ты же, Паша, эти вещи хоборные. Мне, знаешь, что не нравится, что они ручками отстегиваются. А вы этим отстегиваете? Не-а. И вы этим не отстегиваете? Я бы, все-таки, предпочла бы, чтобы отстегивалась. Таких-то нет. Да что, а то больших отстегивается. А у маленьких нет. Больших почти все отстегиваются. А смотри, какая блинная сковорода. Но она хорошая, толстая. Хорошая, толстая, Леш. Вот эти, кстати, лучше сковородки, чем вот эти. Они прям толще гораздо. А это, смотри, для оладушек. Вот тоже толстая такая вообще. Короче, потерялись. Короче, да. Кастрюльку вот нам надо купить. Еще одну маленькую. Вот какую. Какую-нибудь с силиконовыми ручками. Но это тоже дно толстое. Это сколько она? Диаметр у нее какой? А, тут нет разметки внутри. Странно. Странно. Странно, странно. Они, наверное, набором продаются, нет? Да нет, вроде отдельно. Ладно, сейчас посмотрим еще. Вот такое мне покрывало, понравилось. И цвет, кстати, он достоверно передается. Такой кофе с молоком. И размер наш. И сейчас на него акция. Она 1460, да, стоит? 1499. 1499. Вот, наверное, мы его сейчас возьмем. Давайте, помогу сложить. Ну да, возьмем сейчас его. Мне прям и цвет понравился. Есть вот темно-серый, есть светло-серый. Не светло-серый, а темно-серый. И кофе с молоком такой, знаете, как капучино. Вот мы возьмем капучино. Потому что темно-серый, она так более на зимний вариант. А это можно и зимой покрывать. Можно и летом. Вот размер евро. Стеганая. Жадка. Цвет называется песочный. Но не знаю, у нас песок желтый, а этот вот именно беж цвет. Вот. Вот. Ну, берем, да? Да, да. Но лучше еще, чтобы не красно наделать. Да не, у меня вообще прям очень зашло оно. И сейчас постельное еще посмотрим. Сатин полуторка. Сатин двухспальная. Паплин сатин евро. О, смотри, как у нас постельное, Леш. С этим, с монстерами. Ага. Почти шесть тысяч. Пять пятьсот девяносто. Но симпатичное. Смотри, пять пятьсот девяносто. Почти шесть тысяч стоит. Ладно, так. Сейчас еще что-нибудь посмотрим и вам покажем. Нам еще вот такое покрывало понравилось. Но оно, правда, с этим... с наволочками. Миндальный персик называется. Ну, тоже капучино цвет. Сейчас мы его развернем, посмотрим. Разворачивать мы не стали, а то потом не сложим. Ну, вот смотрите в сравнении как. Даже вот как-то, мне кажется, этот цвет как бы поблагороднее, почище. Это вот такая жадкая, а этот гладкий такой, ракушками. Я вообще потерялась теперь. Леша тоже. Вот какой выбрать покрывало, вообще не понимаю. Блин, вообще не знаю. На этой по площади побольше. Это, видишь, 230 на 250, а то 220 на 240. Подтыкать больше. Что? Подтыкать больше. Ой. Нет, наверное, все-таки вот такое возьмем. Да, наверное, такое возьмем. Единственное, оно еще с двумя наволочками идет. Ну, хотя это тоже неплохо, две наволочки. 50 на 70. Их можно использовать вот на маленькие, на наши подушки. Мы же днем на них облокачиваемся. Да. Просто иначе будем чуть-чуть постель застилать. Да, возьмем его. Выбираем с Лешей полотенце. Нам нужно для рук. Не знаю, мне и вот такое нравится. И вот такое. И вот такое мне нравится. А может, вообще для рук взять вот такое, а для лица взять вот такое, делая? Вот, Леша какой-то выбрал. Какой-то ты тоненький очень выбрал. И цвет передается недостоверно. Это ты внизу взял? Они маленькие? Ну, вот этот ряд, они все маленькие, потому что ты цвет какой-то неудачный взял, какой-то оранжевый. Вот этот тоже маленький? Нет. Или да? Ну, давай вот такое возьмем для лица. А то, которое у нас сейчас будем использовать для рук. Отойди. Она не пушистая. Какая-то полулысая. Пушистые большие. Да нет, ну сейчас же у нас дома полотенце. Ладно, давай пока подождем с полотенцем. Желтый? Нет, ну сейчас, хватит. Ладно, давай с полотенцем пока подождем. Мне пока не нравится ничего. Мне пока ничего не нравится. Дорогие покупатели. Дай. Сейчас вы услышите рекламный блог с информацией о действующих скидках. В супермаркете порядок. Да, пока ничего не будем делать. Я посмотрю дома из того, что у меня есть. Вон, наверное, наборами полотенца. Конечно, набор. Одно большое, одно маленькое. Ну и что нам можно было бы тоже так использовать? Вот, ну, цвета не наши. Ну, значит, не судьба сегодня купить. Может, на кассу пойдем? Мы же уже все взяли. Мы же обороты бесплатно в нашем приложении. Чеки будут приходить на адрес электронной почты, указанной при регистрации вонусной карты. Тапочки. Если вам нужен бумажный чек, сообщите об этом кассиру до оплаты. Приятных покупок. Пойдем на кассу, наверное. Все, Леша. А, порошок стиральный, точно. Ну, а так же, как магнит-косметик. Ладно, пока у нас есть порошок, пока обойдемся. Смотрите, какая садовая мебель. И недорого, кстати, 18 тысяч. Видишь, получается два стула, один диван и стол. И недорого, да? Единственное, что стулья, вот эта площадка, наверное, будет неудобно сидеть. Потому что ты будешь либо с краю сидеть, либо лежать. Видишь, очень глубокая посадка, надо садиться, мне кажется, будет неудобно. А этот, смотри, 15, очень недорого. Четыре стула и стол. Прикинь, на беседке поставят. Ну, у нас нет дачи. Вот в чем дело. У нас нет дачи. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Зашли с Лешей в дом хлеба. Ну, это тут же, в торговом центре. Хотим кофейку попить. Я себе взяла латам миндальной и булочку с творогом. А Леша взял себе булочку с грецким орехом. И капучино, да? Миндальный тоже, да? Так что нам приятного аппетита. И всем будет, кто с нами кушает, тоже приятного аппетита. Тебе маска не мешает? А потом пойдем в продуктовый отдел. Купить надо овощей. Максим купит мясо, грибы для шашлыка. А нам надо купить овощи и для крошки продукты. Да? Мне Лена сказала, что это сейчас самые модные игрушки. Киси, миси и еще что-то. Как-то, в общем, они называются. Какие-то кошачьи монстры. Вот тут на липучках у них. Лена сказал, что это сейчас модные монстры у детей. Представляете? Это ужас. Это якобы девочка. Боже, что, у нее столько глаз, что ли? А это мальчик. Лена сказала, что это сейчас модные игрушки. Я вчера у девочки спрашивала. Я говорю, а у тебя есть киси, миси? Еще что-то. Она говорит, да, есть. И тоже называет их. Конечно, есть. Сейчас модные монстры, она мне говорит. Кошмар. Какие страшные игрушки для детей. А вон, смотри, есть серый, черный. Смотри. Ужас. Ой, глянь, какой здоровый монстр. Кота съели. Кошмар. Хотим вот такой хлеб взять. Мне кажется, он какой-то чесночный. Вот такая лепешка. Вот хотим ее взять. А там вот девушка за углом спросила у нее про эту лепешку. Сыр и зелень, и все? Да. Ну, смотри, а вот там за углом не посвежее вон лежат. Ну, одну можно такую взять, обычную. Одну такую. Такая же. Давай одну такую возьмем, одну вот такую возьмем. Да. Блин, это какая-то... А как она убрали все время? Сперевали вот это, да? Ну, типа вот такой, да. Ты хочешь ее пожарить, ты же ее до дома донесешь, она остынет. Так что один такой возьмем, один такой. И, наверное, давай хлеба возьмем. Там с мамкой много хлеба ест. У нее здесь вкусный хлебушек. Вот заварную можно взять. Нам потом пойдет он с окрошкой. На. Вот это он, пожалуйста, кипецкий. Пошли. Уже взяли. Так, теперь за овощами. Весь хлеб прям пекут, выпечку всякую. Все свежее, хорошее. Все вкусненькое. Смотрите, у нас помидоры есть вот такие, 169. Представляете? Вот такие. А вот те розовые, 200 с чем-то, да? Черри 239. Они, конечно, вкуснее, но дороговато. Хватит, Леша, хватит. Так, пойду огурцы посмотрю. А вот сливка, помидоры по 199. Ну ладно, мы уж возьмем тепличные. Так, здесь огурцы длинные. А здесь помидоры Азербайджан 290, представляете? Вот так. Огурец вот этот 100 рублей. А вот этот... А этот огурец 130. Мы возьмем подешевле. Сладкий перец, представляете? 410. Вот так сделать фунтезу. Редиска здесь отвратная. Надо в другом месте посмотреть. Потому что я люблю редиску на это... На окрошку. Леша, наложи вот эти огурцы. Вон, а второй пакет. Сейчас покопаюсь. Мы не стали вообще брать никакой огурец. Потому что они плохие. В другом месте посмотрим. А картофель только старый. Молодого здесь нет, да? Ну да. Ну ладно. Картофель тогда тоже посмотрим в другом месте. Импортный по 100 рублей. Картофель. А обычный по 40. Ну, не очень. Пойдем это квас возьмем. Вон внизу. Я тебя жду. А, еще колбасу, наверное, надо, да? Леша, вот этот, наверное, Толяев возьмем. Да? Мы же выбрали все время. Или очаковский мы брали. Очаковский, наверное. Очаковский здесь нет. Давай Толяев. Очаковский, наверное. Две бутылки возьмем. Сколько? 74. Ну, нормально. Две бутылки возьмем. И колбасу пойдем посмотрим. А хрен у нас, по-моему, есть дома, да? Ой, не хрен, а горчица. А мне кажется, у нас есть. Горчица, по-моему, у нас есть. Ну, Леша, сказал, пойдем возьмем еще. Сейчас колбасу вареную возьмем. Папа может вот эту взять. Сколько ж вот это. Это на тысячу нет. По цене непонятно, да, сколько. Это вес у нее 1,6 кг. Да? А это 1,3 кг. А цена вот она, Леша, докторская, оригинальная. По 300 рублей. Ну, мне кажется, она хорошая, нет? Может, какая-то мягкая. Мягкая? А это что, жестче? Нет, это русская. Она 259. Странгольская. Ну, это дешевле, гораздо дешевле. Ты думаешь, она хорошая? Да. Может, из Странгольской, не знаю, нормально считается. Да? Лучше, чем папа может? Нет, папа может лучше, конечно. Ну, давай тогда папа может возьмем. Филейная или мясная? Филейная хорошая. Да, давай филейная. Тысяча килотриста? Ну, сколько там будет? Килотриста? 438. Нормально, 438. Ну, все, поехали-то в другой магазин. Огурцы и редиска. Так, все, на кассу поехали. Нам Лену забирать в 3 часа из коррекции ногтей от Наташи. И вот мы тянем время. Заехали с Лешей в магазин. Он сейчас примерочные меряет штаны. А я волосы поправляю, потому что ветер. Из машины шли. Вся лохматая. Вот здесь вот Леша. Меряет штаны. Красивая, пикня какая-то. Ну, туфли сними. И пиджак сними. Нет, так ничего. Ну-ка, туфли еще сними. Потому что это не под туфли вообще. Ну, и под ремень. Ну, кажется, нормально на работу ходит, не? Ну, да, к ним будет лепнуть. Хлопок. Хлопковые джинсы летние. Тоненькие. К ним и будет все липнуть. Но у нас же теперь нету клепа. Блин, а ремень, наверное, не найду, да? Ты под ремень, ну, под ремень померял. Без ремня тебе липкие они? Да? Не особо, ну, как эти. Ну, с ремнем было бы комфортнее, да? Ну, мне нравится. Ну, что взять? Да. Я думаю, да. Давай, переодевайся. Пойду еще что-то взгляну. Давайте над Лешей пошутим. Вот тут такая панама с вишенками. Пойдемте ее примерим. Мне кажется, она ему пойдет. Он будет самый красивый парень на деревне. Леш, тебе под новые штаны нужна вот эта панамка. Деньги, денег нет на карте. Ты мою карту взял? А Леша не захотел покупать панамку. Леш, купи панамку. Под костюмчик не подходит. Ты дочок. Леш, купи панамку. Она с вишенками. Сейчас я вам покажу, что я себе купила вот в этой лавочке. Вот у нас, видите, церковная лавка. Средине. Смотрите, что я купила. Сейчас я вам покажу. Леш, ты мне поможешь? А, давайте я вам на витрине покажу такую же. Ангелочка я купила. Вот такого. А, нет, подождите. А, да, да, вот такого. Вот такого вот ангелочка, видите? Прям красавчик, да? Вот такого ангелочка. 120 рублей, кстати, стоит. Такой красивенький. Пакетик нам его завернули. Чтоб не сломать нам его. Уже Лена освободилась на коррекцию ногтей. Мы прям подъезжаем буквально за ней. И она позвонила, сказала, что она освободилась. Так что мы сейчас ее заберем. И потом поедем, наверное, за моей мамой. А потом к нам готовить окрошку. А побольше уже приедет Максим к пяти. Сейчас время полтретьего. Максим приедет к пяти. И пожарим миска. Вот сколько у нас покупок сзади. Так что Лешу сегодня и пиджак купили, и штаны купили. Пиджак и штаны тебе, да, купили? Ну, продукты купили, покрывало, которое хотела, мы купили. У меня так губы ужасно смотрятся. Я их посъела помаду. Кстати, у меня есть с собой. Сейчас я подкрашу, что-то ужасно смотрится. Так что много сегодня денежек потратили. Но ничего. Мы для этого, собственно, и работаем. Ладно, ждем Лену. Что-то она не выходит. Сказала, уже готова. И не выходит. Куколка моя. Здрасте. Ну, покрыл вам че. Здрасте. А всех с праздником. Ага. Что, ага? С праздником. Где ты моя? С днем победы, да? Покажи нам свои ноготочки. Очень красиво. Ты на бесцветную, да, снова делала? Мне, кстати, так больше нравится. Это ты так придумала или Наташа предложила? Да, мы просто решили так покрыть и все. А, красиво. Твои красивее, чем мои. А, вчера купила, да? Да. Вот старые ногти. Слушай, ну, у тебя телефон круче, чем чехольчик. Сотку, да, стоит? Или сейчас больше? Нет. Ладно, мы едем за бабулей. Подожди, еще не видели мою мышку. А, да, она хотела мышку показать на ключе. Видите, у нее какой брелок для ключей с мышкой. Красиво. Ну, все. Едем за моей мамой. Генерал наш. Тут бабушка к нам присоединилась. И, кстати, я вам не показала. Вот такой пиджачок Лена купила. Вот такой. Так все видно, какой пиджачок. Да, нюдовый. Видно. Красивенький. А, смотрите, какой я плед, покрывало купила. Помните, Вера с вами мне подарили подарочный сертификат? Я еще ходила, искала, покрывало. Но вот сегодня купили. С нового года ходила, искала. Все, поехали домой. Я на тушил себе, не будешь такой. Ой, ты просто. Вот так получилось наше покрывало. С двумя подухами. Вот так. Такая красота получилась. Ой. Сейчас подправим. Так что, Вова, Вера, большое вам спасибо за подарок. Мы, правда, с нового года искали с Лешей это покрывало. И чтобы размер подходил, и чтобы цвет нам подходил. Видите, прям под обои. Очень удачно. Так что, Вова, Вера, спасибо вам за подарок. Можно? Нам очень понравилось. Я даже не сомневалась, что мои кумовья сделают мне всегда нужный, очень хороший, полезный подарок. Большое вам спасибо. Лена, что случилось? Лена, а когда у тебя зарплата, ты поедешь за новым диваном? Не скоро. В смысле, не скоро? Я звезда. Нет. Ты то слово, которое похоже на это слово. Я звезда. Ладно, пошла я. Я еще даже не переодевалась. Еще в юбке стою. Сейчас переоденусь и буду окрошку делать. Я еще это покрывала, не убирала. Надо сложить его. Ну, красиво очень. Мне прям очень нравится. И цвет, кстати, вам передается достоверно. Она и с этой стороны, и с этой стороны одинаковая. Видите? И я красиво смотрю. И Лена красиво смотрится. Гляньте-ка на эту звезду. Вот, посмотрите-ка. Вот, ладно. Пошла готовить. К вам попозже подключусь. Вот такие цветочки нам Люда принесла. Это с ее огорода, где Максим живет. Я тут овощи нарезала. Тут у меня капуста квашеная. Тут остаточки селедки. А здесь я картошку поставила. Сейчас буду накипь снимать. Она у меня покипит минутки три. И я отправлю ее запекаться в духовку. Ну, а мясо, грибы, это уже Максим с Лешей жарят в лесу. Ну, такие у нас лаваши еще. Сейчас порежу тоже. Сейчас посмотрю. Видно их в лесу? Нет, не видно. Я думала, будет видно. Наверное, подальше туда уехали. Потому что нет, не видно их. Но они вот тут где-то жарят мясо. Так что... Сейчас мы их дождемся и будем садиться за стол. Духовку я уже поставила разогревать. Здесь у меня уже кипит картошка. Только закипела. А вот. И тут я приготовила противень для картошки. Оливковое масло и итальянские травы, приправа. И все. И сейчас будем картошку сливать в воду и перемещать в противень. И на 15 минут поставлю в духовку. Так что у нас вот такая красота. Тут сейчас буду стол переставлять. Ну все. Картошку я переложила в противень. Ставлю в духовку на 15-20 минут. Ну, я думаю, что 15 минут будет достаточно. Так что ставим в духовку. Одной рукой неудобно и снимать, и делать. Поэтому я вот положила уже в духовку. У меня здесь 19 минут. Но через 15 минут, я думаю, будет готово. Так что все. Стол я уже поставила. Не знаю только кому какие бокалы. Кто что будет пить. Вино, мартинии, не знаю. Пока еще не ставила. Сейчас все сядут. Тогда спрошу и поставлю фужерчики. Ну, дождемся Максима с Лешей. Пока не принесут мясо и грибы. Сюда на серединку будем ставить. Если успею, я потом вам покажу. Лена все уже съела? Да, дочь? Мам, я не буду тебя снимать. Можешь не снимать плед. А, ну тогда хорошо. Да, видите, я не буду ее снимать, потому что она в пледе. А плед под цвет водолазки, кстати. Мам, ты черный плащ прям. У тебя все гармонирует. Бэтмен. Бэтмен, да. Привезли нам мяско, жареные грибочки. Мы все вместе в одну мисочку положили. Лаваш уже порезали. Лаваш, вы видели, мы сыр. С чем сыр? С зеленью. С зеленью лаваш. Так, овощи у нас тут подъедаются уже. Ком? Леной. Люда прячется, чтобы в камеру не войти. Пойду Максиму поснимаю. Макс? Ну, привет. Поздоровайся с моими подписчиками. Здравствуйте. Максим? Да. Нам приятно смотреть на твой затылок. Ну, ничего. Пойдем за стол. Ну, а помахать ручкой девочкам. Мне уже приятно на затылок смотреть. Вот, понимаете, и это говорит неженатый парень. Один неженатого показывали, показывали, в Москву уехал. Глядишь, что это убоим показывать, тоже уедет. Нет. Не отпустишь? Нет. А если москвоечка напишет? А я буду без сыночки. Нет. У тебя муж есть? Мама говорит, что я красивая. Я здесь останусь. Да? Мама говорит, что ты красивая, ты здесь останешься. Мама, я не всегда говорю правду. Лена, тебя что, мама обманывает? Меня, может, нет, а его, да. А-а-а. Его мама не знает. А, ты имела в виду, а его красоте? А-а-а, давайте. Я обижаю Максима. Он же нас казачий, Лень, как. Засмучался. Он первый начал. Сань, слушай. Все выключать? Уберите, конечно. Хорошо. Ладно, нам всем приятного аппетита. И всем, кто будет с нами кушать, тоже приятного аппетита. В общем, мы собираемся все на салют. Да отстань от меня. Лена. Что? Сейчас подумаешь, что ты все время обижаешь маленького мальчика. Никто не снимает, когда он меня обижает. Мы все собираемся на салют. Да, конечно. Тихо, телефон головой собьешь. Не плачь, Максим. Ну что ты так плачешь? Нет, нет, нет. Да, сбей мой телефон. Нет, нет. Максим, что ты плачешь? Дай ложку сюда. Лют, он плачет. Я так и знала, что так закончится. Что твоя девочка обижается разлива. Я так и знала, я поэтому и поехала. Она сейчас не за меня. Я себе это убью. Вот вы понимаете, как у нас весело. Ты мне не без урона. Леночка. Нельзя так о себе, Лена. Нельзя. Лена, маленьких не бьет. Да. Ой, ужас. Ужас. Таречка, ты немножко ей это, повоспитывай. Пусть нам люди посочувствуют, что у нас в семье блогер. Пусть, говорит, все посочувствуют, что у нас в семье блогер. Я в чем я приходила? К туфлю вон стоят твои внизу. Люди, говорит, в чем я приходила? Держите сумку хоть, будьте людьми. А не блогерами. Максим, поэтому тебя все и обижают. Да нет, это контент 17+. Я уже женщина, прикольного возраста, поднимается. А я снимаю тебя, а не ее. А зачем ты шепелявишь? Я снимаю чудо-нолк. Затем еще чудо-нолк. Ладно, мы, в общем, едем на салют. Я вот такая еду. Ну, какая идея, что поделаешь. Да, в брюках. Все это ручки, которые я сама вязала. Леша вообще не едет. Леша наказывает, кошенька. Леша. И заколкнет волосами, потому что ветер сильный на высшем. Помочи девочкам. Заказы плечи. Он все время мажет девочкам и говорит привет. Максим, что ты шепелявишь? Ты Людка зубы выбила. Что есть, Лена? Лена твоя обидела, он обиделся. Лена моя. Лена сказала, что у нее должна быть изюминка. Правда, никакая не сказала. Вот я свою выберу. А-а. Он когда обижается такой. Ладно. Свет в туалете не выключили. Ладно. Стол не убрали. Ну и ладно. Все, мы поехали на салют. Смотрите, у нас тут пробка. Все едут на салют. Вообще. Все едут на салют. А зачем ты такой круг делаешь? Зачем? А что там у пробки стоять не будет? Все, мы больше не в пробке. Мы тут кофейком балуемся. Все взяли кофеек. У тебя две крышки было? Да, я думаю, что она снизу прикопает. Да, давай. Да он тут уже запутался с крышками. Мы тут балуемся кофейком. Зашли к центральному вермаху взять кофе. Мамки взяли. Все, Максим берет последний стаканчик, и мы пойдем. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы пойдем пить кофе на набережную. Все, пойдем, мам. Как раз сейчас все согреемся. Сейчас посчитаемся. У нас тепло, но ветер. Это возле цума такие фонарики стоят. Красиво. А это впереди наш центральный мост. Красный мост называется. Он закрыт на реконструкцию. Три года назад на два года. Ну, да. Но в этом году должны доделать его вроде бы. Не доделают в этом году? Конечно, нет. Его закрывали на два года, а то приступили. А-а-а. То есть в 2024 году. Видите, какая толпа идет на набережную смотреть салют. В этом году, говорит, фейерверк будет высотой до 200 метров. Ты читал? Я рулетку забыл. Как проверить? Ну, на глаз. На глаз больно. Ну, тогда вообще не проверяй. Верь на слово. Не могу. Нашего воссемьера. Где наша доча? Нет, мы не встали. Мама, ты на моя доча. Муж мой здесь. Никто не потерялся. Здесь все. Никита, Стас, Дюши. Дяди, перекличка. Люда, где Люда? Я вот она. Света. Девочки, не расходимся. Соблюдаем дистанцию. Максим, у тебя еще молоко на губах не высохло. Куда ты? Это не молоко. Это кофе. Капучино. Ладно, дорогу не буду вам показывать. Выкажу. Теперь уже набережная. Не потеряйте меня. А время 22.00. Мы ждем салют. А салюта нет. Вот у нас получается здесь набережная и через речку. У меня мусорка тут. Вот она, Стелла. Они же хорошие. Ой, где я хоть в камеру не вижу. Вот она, Стелла. Вот собор, где окрестила младшую крестницу Машу. Там у нас получается через речку парк. Будем с вами салют смотреть. Решение. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...